Средневековье Тема урока «Предмет и сущность истории Средневековья». Полторы тысячи лет назад с крушением Римской империи началась новая эпоха всемирной истории. В исторической науке ее принято называть Средними веками или Средневековьем. Средневековье продолжалось тысячу лет, пока примерно в XV веке на смену этому периоду истории не приходит новое время. Средние века – это многовековой период зарождения, господства и разложения феодализма. В европейских странах он длился 12 столетий, в странах Азии – еще дольше. Необходимо заметить, что остатки средневековых традиций и обычаев в некоторых азиатских странах не исчезли до сих пор. Термин «Средние века» был впервые введен итальянскими гуманистами в эпоху Возрождения. С позиции высоких достижений культуры Возрождения Средние века виделись философам-гуманистам как период дикости и варварства. Такая позиция надолго укоренилась в исторической науке. Историки XVII-XVIII веков закрепили деление истории человечества на древнюю, среднюю и новую. История средних веков охватывает длительный период, насыщенный многочисленными событиями, имеющими для историков как положительное, так и отрицательное значение. Историю Средневековья принято делить на три основных периода. Первый – конец V-середина XI веков, период раннего Средневековья. Феодальный строй только начинает складываться как общественная система. Это время варварских и раннефеодальных королевств. Утверждается христианство, в духовной жизни упадок культуры сменяется подъемом. Второй – середина XI-конец XV веков, период расцвета феодальных отношений. Происходит массовый рост городов. После периода феодальной раздробленности формируются централизованные государства. Развиваются товарно-денежные отношения. Возникает новая форма государства – феодальная монархия. Формируется идеология раннего гуманизма, культура эпохи Возрождения. Третий – XVI-XVII века, период позднего феодализма или начала раннего нового времени. Данное время характеризуется процессами разложения феодализма и зарождением ранних капиталистических отношений. Оформляется тип феодального государства – абсолютная монархия. XVII век становится переломным в развитии рационализма и естественных наук. В Средние века большинство народов вступают на путь феодализма, миновав при этом рабовладельческий строй. Таким образом, их Средневековье начинается с разложения родоплеменных отношений. Другие же народы, пережив рабовладельческую формацию, начали свою историю Средневековья с традициями классового общества и государства. Тем не менее, суть нового общественного строя оставалась неизменной. Во всех странах переход к феодализму был связан с подчинением крестьян крупным землевладельцам, превратившим землю в свою монопольную собственность. Необходимо отметить, что феодализм в ту пору знаменовал собой прогресс в общественном развитии. Крестьянин, наделенный землей, был заинтересован в росте производительности своего труда. Эпоха феодализма отмечается расцветом мелкотоварного производства в городах, которые становятся очагами культуры. Именно здесь зарождается мануфактура и начинают складываться новые классы буржуазного общества. Следует заметить, что в средние века человечество значительно продвинулось вперед в плане развития материальной и духовной культуры. Именно в средние века христианство становится одной из крупнейших мировых религий, оказывая громадное влияние на развитие средневековой европейской цивилизации, в чем и состоит ее уникальность. Разумеется, при термине средневековья многие вспомнят костры инквизиции, опустошительные эпидемии и проявления феодального насилия. Но, тем не менее, средневековье оставило в памяти человечества замечательные поэтические произведения, прекрасные памятники архитектуры, живописи, научной мысли. Среди плеяды великих людей, которые нам дало средневековье, можно назвать ученые Роджер Бекон, Галилео Галилей, Джордана Бруно, Николай Коперник, гениальные поэты и писатели Амар Хайям, Данте, Петрарко, Рабле, Шекспир, Сервантес, выдающиеся художники Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рубенс, Рембрандт. Чем дальше изучается история Средних веков, тем более сложной и многогранной она представляется. На сегодняшний момент историческая наука не представляет этот период как мрачные годы насилия и невежества. Средневековый мир предстает перед изучающими его не только как закономерный этап в развитии общества, но и как самобытная, неповторимая эпоха в истории Европы со своеобразной культурой, одновременно как примитивной, так и утонченной, несомненно, могущей духовно обогатить знакомством с ней современного человека.